Здравствуйте, с вами рубрика «Песни недели» и ее ведущая я, Джессика. Сегодня мы вновь будем передавать ваши пламенные приветы. Все приветы складываются вот в эту коробку вместе с музыкой. Потом мы все это смотрим, сортируем, выбираем, составляем сценарий, как-то его более-менее приукрашаем, чтобы он был интересным, более прослушиваемым. И потом записываем все это. Настю Кузнецову в школе номер 60 знают не только как ученицу одного из восьмых классов, но и как редактора рубрики «Песни недели». Звучащий в эфире школьного радио «Легенда». Своё вещание оно начало год назад. В прошлом году мы выходили один раз в неделю, это каждая среда. Изначально коллектив был очень небольшой. Начинали мы работать, у нас было три человека. И практически под каждого мы создали свою рубрику. В работе у редакторов «Легенды» сейчас три рубрики. Исторический калейдоскоп о событиях мировой истории, в мире событий, новостная сводка за неделю и любимая слушателями рубрика «Музыкальные приветы». В этом году вещание школьной легенды ещё не началось, но работа над выпусками уже идёт. На первую в этом году родиную летучку пришли 10 учеников седьмых и восьмых классов. Я уже давно хотела попробовать себя в сфере журналистики, но никак не решалась. И вот сейчас мой классный руководитель в этом году, она мне предложила попробовать себя в этой сфере, и вот я решилась. У нас ещё в прошлом году была такая программа журналистика. И мы ходили туда, а нас обучали, как сделать лонгрид. В конце мы сделали лонгрид, и вот меня это всё заинтересовало, и я сегодня пришёл попробовать ещё. Ещё раз. От тополя копыт, пыль пополь улетит. Скороговорки и мимическая гимнастика. Прежде чем попробовать свои силы в эфире, все будущие радиоведущие проходят специальную подготовку. Затем обмен идеями и работа над новыми рубриками. В этом году эфирного времени у школьной легенды прибавится. И радовать слушателей на перемене юные радиоведущие будут дважды в неделю.